Добрый всем день! В новый 2021 год Дед Мороз со Снегурочкой принес нам в подарок вот такого милого пушистого зверька. И, конечно, сразу стал насущный, как всегда, квартирный вопрос. Где он будет жить? На чердаке в развалах, нужных и, честно говоря, ненужных вещей нашлись целых три клетки, но поддон для клетки был всего один. А в таком маленьком домике зверьку, конечно, будет очень и очень тесно. Как увеличить объем домика, используя то, что есть? Делаю реконструкцию клеток. Во-первых, принесу вход с крыши на переднюю стенку. Отстрою второй этаж и на фасад здания прилеплю балкон-лоджию. Потом всякие полочки, лестница, полный балкон и двухкомнатная благобаритная с лоджией. Квартира готова! Чуть позже появится домик, спальня и все основное оборудование. Поилка, кормушка. Можно заселяться. Все в порядке. Домик пришелся по вкусу. Освоен и теперь и жить пожелать, и добра пожелать. Продолжение следует... Конечно, тесновато, но ведь можно и по комнате побегать. А вот и знакомый предмет купалка. Ну, теперь все в порядке. Есть где поесть, попить, побегать и искупаться. На первых парах осторожность не помешает. Играет музыка. Играет музыка. Очень вкусно. Быта идея. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 И возвращаются, когда ему вздумается Субтитры подогнал «Симон» 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 И наше удовольствие. Вот такой у нас появился у Кинтоши Маки. Продолжение сериала «Жизнь и приключения Маки» в матренках в следующих сериях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok